всем привет дорогие мои подписчики сегодня я отвечу на вопросы некоторые которые поступали ко мне под моими видео мне еще до поездки в лас-вегас удалось вытянуть несколько вопросов распечатать их к сожалению те вопросы которые мне задавались позже они у меня куда-то уехали в ленте поэтому если вы мне задавали вопросы я на него не ответила непосредственно для вас напишите под этим видео я постараюсь их из-под этого видео вы будете ответить еще раз на ваши вопросы и так меня спросили виктория расскажите пожалуйста больше об устройстве семьи у коренных канадцев насколько распространены такие стереотипы на самом деле это правда что свекрови тещи никогда не вмешиваются жизнь пары что бабушки дедушки не сидят с внуками а только иногда приводит приходит на пару часов поиграть с ними что муж и жена сбрасываются деньгами на везение на ведение хозяйства очень хорошие вопросы кстати что старых родителей часто отправляют дом престарелых если взрослого ребенка долги то родителям помогут только словом но никак не влезут долги сами чтобы помочь взрослому детяти как это делается у нас вопросы просто замечательные так давайте разобьем их на запчасти и разберем по отдельности и так насколько это правда что свекрови тещи никогда не вмешиваются в жизнь пары по своей сути да то есть имеется в виду что то есть они уважают выбор своего ребенка и тоже так же как и я например я не считаю нужным вмешиваться в жизнь своего сына если у него будет личная жизнь это не мой бизнес что там происходит и каким образом что значит какие у них там ссоры бывают почему я смотрю на эту проблему таким образом например или не проблему таким образом я считаю что когда человек выбирал себе пару он реально видел или она реально видела конкретно кого они выбирали и я не считаю нужным вмешиваться в какие-то отношения или давать какие-то советы до тех пор пока человек сам его не спросит точно так же себя всегда вела моя мама она никогда не вмешивалась мои отношения только до тех пор может быть когда она мне просто останавливал меня говорил вика посмотри обрати внимание на то или на это то есть для того чтобы просто сидеть и меня тупо например накручивать против кого-то там она никогда в жизни этого не делала она просто останавливал меня и говорила пройти пожалуйста внимание на это мне кажется это неправильно и она была всегда практически всегда права то есть здесь ну как бы мне кажется что то это немножко дурной тон, вмешиваться в жизнь других людей. Поэтому здесь очень часто они вмешиваются еще в отношения семейной пары по одной простой причине, потому что семейные пары живут всегда отдельно от своих родителей. То есть, например, если посмотреть на друга Алексея, которому он тоже 25 лет, так же, как и моему сыну, он уже имеет свой собственный дом, он имеет машину, то есть он уже все сам купил. Может ли мой Алексей позволить себе купить дом и машину? Конечно, может позволить, просто он этого не делает, а то, например, собирать деньги на какие-то другие свои нужды. Но на самом деле это возможно уже к 25-летнему возрасту приобрести себе дом и машину. То есть вы понимаете, о чем я говорю. То есть если, например, пара женится, то у них есть совершенно отдельное жилье. Хотя я должна сказать, что в некоторых ситуациях, это, вы знаете, это все от семьи зависит. Например, мне придется вернуться сейчас, например, к своему бывшему в памяти, то есть я о нем уже практически не вспоминаю. Но так как вы задали такой вопрос, у меня была как раз-таки свекровь, которая, по ее словам, никогда не вмешивалась в отношения пары. Я не знаю, правда, вмешивалась она или нет, потому что я с ней никаких отношений не имела, я ее не знала. Ровно так же, как и она меня никогда не знала как человека. Но когда мы разводились, она принимала достаточно громкое влияние на какие-то попытки поведения моего бывшего и заявляла там о каких-то странных таких вещах. Честно говоря, я даже не поняла, у нее очень странное мировоззрение было. Например, она рекомендовала ему поменять замки в доме. Ну, это вообще, честно говоря, не может сделать человек, у которого, который реально понимает, что есть, например, два имени на доме, он не может просто так взять поменять замки. Для этого необходимо разрешение непосредственно суда, разрешение суда на то, чтобы дом остался, например, только в его распоряжении. Нельзя просто взять поменять замки страны, что мама, которая родилась и выросла в Канаде, давала такие советы, подставляя своего сына, собственно говоря, под достаточно, ну, не самые лучшие варианты, которые могли бы с ним произойти, если бы он это сделал. Но на самом деле просто, да, наверное, вмешиваются когда-то в каких-то вариантах, когда, например, дети, да, может быть, жалуются, конечно, каждый родитель может сказать свое слово. Я думаю, что это есть в каждой семье, да. Но, опять же таки, если родители неравнодушны, если родители совершенно равнодушны, вообще плевать, что там делаешь. То есть иногда бывает такое, что человек, ребенок выходит из дома, и им откровенно просто наплевать на ребенка. То есть, ну, ты там живешь свою жизнь, я живу свою жизнь, да. Как-то вот таким образом. То есть есть разные, да, в основном не принято вмешиваться, потому что есть определенные какие-то границы личностного пространства, которые пересекать не стоит. Это, кстати, есть у всех. У блогеров тоже. Дальше. Что бабушки и дедушки, они сидят с внуками, а только иногда приходят поиграть на пару часов с ними. Ну, я должна сказать, что, в принципе, когда молодая пара имеет ребенка, и это тоже мое, кстати, понимание вообще жизни, может, меня кто не поймет, они рожают ребенка не мне, не бабушкам, не дедушкам, они рожают ребенка, например, самим себе, да. Поэтому, как бы, искать какую-то помощь, если родители могут помочь, это хорошо, если не могут помочь, тоже хорошо. Нарекать на то, что кто-то там кому-то чем-то не помог, это, собственно говоря, вообще не должно возникать, как говорится, во всей этой ситуации, потому что когда родился ребенок в семье, он родился для родителей, не для тещ, не для свекрови, не для бабушек, не для дедушек. Он родился непосредственно для них, потому что бабушки и дедушки, они свою роль уже сыграли в этой жизни. То есть если бы они действительно хотели маленького ребенка, может, у них бы было там, я не знаю, по 20 штук, как говорится, и они бы всех воспитывали, всех любили. Но так как у них уже свои дети выросли, я думаю, что они свою роль уже сыграли. Например, я так считаю, что если у Алексея будет, например, ребенок, я, например, я не знаю, как я буду себя ощущать в роли бабушки, потому что я не могу просто представить этого всего. Но если, конечно, у меня будет внук или внучка, то, скорее всего, да, если меня попросят посидеть, я посижу, но жить вместе, ну, то есть это все очень сложно. Правильно? Воспитывать или сидеть постоянно с внуками? Нет, конечно. Почему? Потому что, во-первых, у бабушек, у дедушек, у них есть своя жизнь. Это у нас как-то более принято, что у нас бабушки и дедушки больше закрыты в доме, им выйти некуда, да, они там все в платочках на лавочках сидят. Ну и как-то у меня такое восприятие осталось, может быть, сейчас все поменялось. Но на самом деле здесь достаточно прогрессивные бабушки и дедушки, которые путешествуют, им, собственно говоря, даже и некогда будет сидеть с этими внуками, потому что, ой, извиняюсь, у коренных канадцев, у них может быть достаточно неплохая пенсия и выплаченный дом, все выплачено, то есть у них, собственно говоря, больших растрат нет. Они начинают в основном путешествовать, потому что здоровье позволяет. Пенсионный возраст здесь 65 лет, так что, как вы думаете, что бабушка выберет, посидеть с внуком или, допустим, слетать на Гавайи? Конечно же, слетать на Гавайи, потому что теперь ее очередь сидеть с детьми уже, как говорится, отвалилась. И я, собственно говоря, полностью поддерживаю именно этот вариант. То есть для того, чтобы кто-то сидел с детьми, есть, в конце концов, бейбиситеры, есть еще кто-то, кто может помочь молодой парень. И обязательно это должна быть бабушка. Это не делает ее, кстати, плохой бабушкой. Дальше. Что муж и жена сбрасываются с деньгами на ведение хозяйства? Лично, что касается меня, я вижу это самым разумным подходом вообще к жизни. Я не вижу смысла в том, чтобы вот я, кстати, недавно гладила белье, стояла и начала размышлять на эту тему. Я сказала маме, что если бы я была мужчиной, сейчас я подниму, как говорится, этот вопрос именно со стороны мужчин. Я сама работаю, у меня есть неплохая карьера, я зарабатываю деньги и, естественно, у меня есть определенный доход. И я должна сказать, что если я была бы мужчиной, и, допустим, я бы многое тяжело работало, что, в принципе, я сейчас сделаю, я считаю, здесь все многое тяжело работают, то я бы вряд ли подписалась на то, чтобы взять еще одного человека здорового с руками и ногами на свое содержание, то есть имеется в виду женщину. Я не понимаю менталитет женщин, которые говорят, что это семья, мужчина должен, мужчина обязан, он должен то, он должен то, он должен это. Вам ощущение, кто ничего не должен. Вы здоровый взрослый человек, то есть не являетесь инвалидом, это для тех, кто так, например, думает, и который вполне способен заработать на жизнь самому себе. То почему взрослый человек, у которого достаточно развит интеллект, работают руки, ноги, как говорится, и голова, он должен садиться на шею другому взрослому человеку, который, собственно говоря, ему ровня, то есть никто не является в подчинении ни у кого. Не женщина у мужчины, не у мужчины у женщины. Я за нормальные, как говорится, отношения, которые называются партнерскими отношениями. Я не за патриархат, матриархат, то есть когда кто-то у кого-то сидит на шее и пользуется только благами, потому что кто-то кому-то чем-то обязан. Я за партнерские отношения. Поэтому когда речь касается делиться деньгами на хозяйство, да, я на это согласна. Главное, чтобы был мужчина, который согласен делиться. Потому что на самом деле, когда я отметила даже про себя, что когда у тебя появляется какой-то определенный доход, то есть есть какой-то дом, машина там, то сразу находятся мужчины, которые считают, что на это все можно прийти на готовое, сесть, усесться и каким-то образом, значит, нажиться на всем этом. Причем я даже где-то понимаю мужчин вот в этом плане. И если бы я мужчиной была, я бы никогда на это не подписалась. Я исключаю из этого всего вариант, когда у женщины есть ребенок, да, конечно. То есть если бы у меня был ребенок, я бы с удовольствием обеспечивала, допустим, свою семью всем необходимым, потому что здесь такая ситуация, что ребенок маленький. Но мне было бы, наверное, неинтересно проводить всю свою жизнь с женщиной, которая не работает и никаким образом там, допустим, сама не развивается. Даже если она ходит на уроке пианино, занимается танцами или еще чем-то в свободное время, я считаю, что все-таки каким-то образом человек может работать и его своя копейка, собственно говоря, еще пока никому не повредила. Да, люди делятся деньгами на хозяйство, но я считаю справедливым не тогда, когда 50 на 50, а тогда, когда делешь ведение хозяйства, ведется, соответственно, заработку, который зарабатывают оба человека. То есть если у него больше, он платит, вносит больше. Например, 60 и 40 процентов, 70 и 30, 50 на 50, это тогда, когда у обоих равный заработок, что делает, в принципе, взнос в совместное хозяйство справедливым. Это лично мое мнение. Так что, да, ну, мне кажется, что еще подобное положение в семье, когда все вносят свой взнос, дает какое-то равноправие в семье. То есть никто никому ничего не указывает, никто никем не владеет. Потому что очень часто некоторые думают, что те, у кого деньги есть, тот музыку и заказывает. В таких условиях я бы жить не смогла. Не знаю, может быть, некоторых женщин это устраивает. Значит, дальше что еще? Что старых родителей часто отправляют в дом престарелых. Насчет дома престарелых. Итак, если родители сами изначально не любят своих детей, не уделяют им достаточно внимания, и им, в принципе, плевать на этих детей, и когда им исполнилось по 18 лет, их сразу же моментально выставили из дома, в принципе, я не понимаю, зачем тогда вообще иметь детей, то, естественно, ребенок со временем поступит точно так же. То есть когда родитель состарится, это дай Боже, чтобы его вообще пристроили в дом престарелых, а то иногда и самому придется туда пойти, самому устраиваться, потому что уже сам себя обеспечить не можешь. Варианты устройства в дом престарелых могут быть совершенно разные. От сумы, от тюрьмы, как говорится, не зарекайтесь. И то же самое, ну, что в отношении себя. Я тоже не знаю, например, какой будет моя старость. Я не считаю, что Алексей меня бросит на улицы, но если у человека, например, развиваются определенные заболевания, при котором старшему человеку в старшем возрасте необходим профессиональный уход или постоянный нагляд, например, как в случае с болезнью Альцгеймера, где люди могут просто уйти и не знать, где они находятся, то есть такой вариант бывает, то необходимо, конечно же, человека разместить в такое учреждение, которое может за ним следить и предоставлять всю необходимую медицинскую помощь. Я считаю, что это крайне разумно. Нет смысла держать человека в доме, закрыть им где-то в подвале, чтобы он никуда не выходил. Мне кажется, что качество жизни, конечно, разительно отличается, когда это все происходит в специальном учреждении, где ими занимаются, и, может быть, дают какие-то развлекалки. Кстати, дома престарелых у нас неплохие. Если кто-то думает, что там вас закрыли и все, вы там тихо умираете, вы глубоко ошибаетесь. У нас постоянно какие-то экскурсии там проводятся, мероприятия, веселухи, ужины. Там постоянно клубы по увлечениям. У нас дома престарелых очень-очень сильно такие живые, развитые. То есть только потому, что вы старичок, это вовсе не значит, что вам пора на кладбище. Здесь очень много всяких увеселительных учреждений, и, значит, всяких увеселительных мероприятий, которые проводятся в домах престарелых. Более того, очень часто люди в доме престарелых находят свою вторую половину, и там же играют свадьбу. Так что все, не так плохо в доме престарелых. И причем, да, конечно, дома престарелых бывают разные, бывают совсем дешевые. Ну, может быть, где не самые лучшие условия. Там предоставят что-то такое основное, то, что необходимо. А есть совершенно шикарные дома престарелых. Все 33 удовольствия, все зависит от того, какая пенсия. То есть у человека пенсия вместо того, чтобы она приходила к нему в руки, она проплачивает вот пребывание в таком вот доме престарелых. Как-то так получается. Поэтому, если, конечно, есть вариант присмотреться своим родителям, то я знаю некоторые канадские семьи, которые это делают, и они не отправляют никуда своих родителей, лишь только потому, что они любят своих родителей, и потому, что родители любили их. Когда приходят, допустим, есть такие дети, которые оформили своих детей в дом, оформили своих родителей, извиняюсь, в дом престарелых, и не чувствуют никаких угрызений совести, потому что их родители, когда этим детям исполнилось 18 лет, просто выставили их с чемоданами на улицу, сказали, иди куда хочешь. Там тоже угрызений совести не было, так что все взаимно, мне кажется. Все зависит от семьи, как говорится. Если у взрослого ребенка долги, то родители помогут только словом, но никак не влезут долги сами, чтобы помочь взрослому детяте, как это у нас делается. Я не вижу смысла помогать взрослому детяте в выплате долгов. Подождите, это не значит, что если у ребенка есть какие-то долги, то у родителей вся жизнь должна встать, и вообще больше никуда не двигаться. У родителей есть свои какие-то цели, свои какие-то мечты, свои какие-то стремления. Точно такие же, как и у ребенка. Для начала у ребенка жизнь намного длиннее, чем у самих родителей. Поэтому, если родитель хочет куда-то съездить в отпуск, вместо того, чтобы заплатить долг ребенка, то он имеет на это полное право, потому что когда родитель в свое время учился, например, если это долг учебный, то родители у них кто этот долг не оплачивал, он это все делал сам. Что мешает ребенку сделать то же самое самому? Тем более, что мне кажется, что чем больше ты помогаешь, как говорится, чем больше ты дуешь, я не знаю, в одно место, то тем, собственно говоря, меньше начинает барахтаться человек по жизни. То есть, чем больше ты ему предоставляешь каких-то разных удобств, тем больше он ими пользуется. То есть, тем меньше человек продолжает что-то делать сам. Поэтому, например, у Алексея есть долг за его образование, он выплачивает его совершенно сам. Он ко мне даже не подходил с этим вопросом. Более того, он очень часто еще и нам помогает иногда финансово, поэтому я не вижу никаких, никогда в жизнь не влезу в долги, когда он брал долг на образование, он подписывал, да, моё имя тоже подписано под этим всем, но выплачивает он этот долг сам, и я знаю, что он его выплачивает, и достаточно неплохие возвраты. Потом государство возвращает деньги, когда вы выплачиваете свой долг на образование, государство в итоге возвращает неплохие деньги при уплате налогов, потому что государство видит, что вы платите. Значит, следующий вопрос. Добрый день, Виктория. У меня возник вопрос, попадаются ли в продуктовых магазинах просроченные продукты и как их утилизируют. Интересный вопрос, как их утилизируют, я зеленого понятия не имею, каким образом это все входит. Я никогда не интересовалась тем вопросом, как утилизируют. Но просроченные продукты очень редко бывают. Конечно же, вы можете принести его обратно, конечно же, вам вернут ваши деньги. В основном я этого не замечала. У меня, по-моему, за всю жизнь, в 17 лет в Канаде вышло так, что я, по-моему, только один раз купила просроченный продукт. Я сразу же его вернула, мне моментально вернули деньги, очень сильно извинились. Очевидно, где-то они не доследили, не пустили его вовремя на сейл, на распродажу. То есть у нас иногда продукты, которые, то есть у них срок годности заканчивается, выходят на распродажу для того, чтобы быстрее их скинуть, чтобы закупить новую порцию товара. Как их утилизировать, я зеленого понятия не имею. Но, скорее всего, если это овощи или фрукты, то они уходят на переработку куда-то, либо их просто выбрасывают на лендфилд, то есть на мусор. Хотя, в принципе, у нас магазин Savon Foods ведет такое мероприятие, которое называется Perfectly Imperfect, по-моему. Как бы это перевести? Это идеально не идеальное. То есть они продают продукты, которые все люди знают, что, конечно, взять в руки красивое яблоко или красивый болгарский перец – это одно, а взять немножко корявое яблоко или корявый болгарский перец – это совершенно другое. То есть очень часто не все же фрукты вырастают идеальными, поэтому не идеальные фрукты они начали их тоже продавать. То есть это просто их форма, которая немного другая получается. Вика, кроме вышивания и готовки кушать, чем вы еще занимаете свое личное время, какие у вас развлечения? Ну, развлечений у меня много, честно говоря. Свободное время, вы знаете, у меня не так много свободного времени остается, учитывая, что я работаю много. У меня есть вторая работа – это YouTube. У меня есть увлечение по вышивке, которым я не занимаюсь на протяжении лета, потому что если бы я занималась, меня бы ни на что не хватило. и занимаюсь я вышивкой только в очень-очень холодное время года, потому что просто, да, как бы говорится, никуда не выйдешь, по улице не прогуляешься, и очень-очень-очень холодно. То есть какие еще развлечения? На концерты ходим, на выставки какие-то ходим. Ну вот, опять-таки, я люблю посидеть перед телевизором и посмотреть какие-то фильмы. Если у вас есть хорошие фильмы, можете мне посоветовать, напишите под этим видео, с удовольствием посмотрю при вышивке, потому что идет зима. Ну вот такие вот, как у всех, вы знаете, ничего такого экстраординарного у меня нет. Я такой же человек, как и все остальные, ничто земное мне не чуждо, как говорится, и занимаюсь я всеми теми же самыми вещами, как и другие люди. То есть, ну, после работы, вы знаете, это как обычный рабочий день. Встал с утра, накрасился, побежал на работу, отработал день. Причем день может быть очень часто ненормирован, то есть в зависимости от того, как пойдет рабочий день. То есть, обычно нормирован бывает, ненормирован, скажем так, иногда такое случается. И когда ты прибегаешь домой, естественно, нужно что-то приготовить, поесть, в следующий день каким-то образом организовать свою жизнь. То есть, все как у всех, вы знаете, точно так же занята, как у всех. А сейчас последуют две истории, две истории, которые со мной приключились лично, и я вам о них не рассказывала. И, да, ну, в общем, даже не знаю, с чего начать. Я знаю, может быть, подстают какие-то осуждения или еще что-то. Я просто расскажу две истории, которые приключились непосредственно вместе со мной. И я знаю, что меня очень часто приглашают на какие-то увеселительные вечеринки, которые проводят, допустим, среди наших, ну, не знаю, как сказать, наших эмигрантов. И я как бы всегда отказываюсь и на них никогда не хожу, несмотря на то, что меня просили сделать репортаж. Если кому интересно, вы мне скажите, я вам репортаж сделаю. Хотя это не является моим увлечением, да. Я не вижу смысла, как бы, ходить в бар для того, чтобы, ну, там, танцевать каким-то образом, я не знаю, на какой-то дискотеке под белые розы. Ну, это все не мое. Я как бы лучше дома посижу книгу, почитаю в тишине со своей семьей, проведу время, чем я буду заниматься. Для меня это занятие ерундой определенной. Ну, и в самом деле очень интересно, я могу туда сходить и сделать какой-то репортаж. Хотя это для меня будет немного потраченное время. У меня очень мало русскоязычных знакомых. Очень-очень мало. Я благодарна, что меня жизнь свела с Валерией. Валерия просто замечательный человек, таких очень мало. Но я очень аккуратна в том, допустим, кто входит в круг моего общения, кто рядом со мной находится, с кем я вижу, с кем я не вижу. В общем, да, как-то стараюсь в этом плане внимательно подходить к выбору. Ну, в общем, давайте я приступлю, потому что у меня такой большой длинный эпилог, потому что у меня как-то сложно начать это все рассказывать. Итак, первая история, которая со мной произошла в автобусе. Здесь принято иногда, знаете, не то, что принято, здесь можно разговаривать с мужчинами совершенно для того, чтобы мужчины не думали о том, что ты на них какие-то виды имеешь. То есть, обычное человеческое общение. И раньше я, когда ездила на автобусе на работу, у меня еще не было машины. Это было, как говорится, давно и неправда. Очень давно было. Постоянно на одном и том же автобусе рядом со мной подсаживался молодой человек, который был русского происхождения. То есть, он из наших был. Я не говорю, что он был русский, я просто он был из наших. Он говорил по-русски, скажем так. Потому что по-русски могут говорить много народностей. Это не значит, что они все русские. Значит, он подсаживался и со мной разговаривал. Мы просто общались. То есть, там никаких вообще намеков на какую-то там встречу или еще что-то вообще не было. Просто садились, разговаривали, пока ехали до работы, чтобы каким-то образом скоротать время. Какие-то там новости, о чем-то еще болтали. Для меня это вообще ничего не значило. Но походу все происходит совершенно по-другому с нашими мужчинами. Наши мужчины не воспринимают общение с женщиной. И как бы то, что если она с ним разговаривает, значит, она в нем обязательно должна быть заинтересована. Что, в принципе, неправда. Как можно поговорить с человеком, совершенно не быть в нем заинтересованным. Так вот, после определенного общения с этим молодым человеком, я однажды сажусь в автобус. Он тоже садится, поздоровался. И тут он мне на скомканном листике бумажки протягивает свой номер телефона. Я его спрашиваю, что это? Он говорит, номер телефона. Я говорю, чей? Он говорит, мой. Я говорю, зачем? И тут он выдает тираду. Ну, у меня жена уезжает, значит, туда-обратно на родину. Это вот здесь было, здесь вот, в Эдмонтоне. Какая-то одна семья сейчас будет сильно беспокойно бегать по дому и выяснять, не мой ли это был муж. Моя, значит, жена улетает сейчас там, ну, обратно, типа, своих родственников посетить. Я так, ну, а до меня не доходит. Вы знаете, я наивная чукотская девушка. Я, как бы, я же никаких видов на него не имею. Я просто все же разговариваю. Ну, так мы можем сходить куда-то? Он говорит, че? Куда? Ну, в ресторан, например, там встретиться. Ну, понимаешь, да? То есть, он меня начал клеить. То есть, дорогие мои дамы, которые улетают обратно туда, к себе и оставляют здесь мужей. Ваши мужья могут приклеиться к первой попавшейся девушке, которая с ним случайно разговаривалась в автобусе. Честно говоря, после этого я его не видела. Для меня это было, как бы, унизительным вообще, что он мне это предложил. Но, по ходу, я так поняла, что это не первый и не последний мужчина, который это делает. Это по слухам то, что передается мне. И поэтому я от этого всего держусь подальше. Это не для меня. Если ваша жена куда-то уезжает, это не значит, что я вдруг ни с того ни с сего стану ее заменой или каким-то образом, потому что я одинока, я вдруг стану бросаться на первого попавшегося. Так что, мальчики, расслабились и живем дальше. Потому что нужно уважать своего партнера, нужно уважать того, с кем вы живете, а не прыгать в гречку при первом попавшемся случае. Собственно говоря, после этого я его не видела, что, собственно говоря, замечательно и отлично. Это моя первая история столкновения такого. Отвернула, честно говоря, отвернула. Просто стало противно, вы знаете, просто стало противно на какую-то на секунду времени, потому что ты начинаешь понимать, что супруга, в конце концов, улетает. Она же зеленого понятия не имеет вообще, что человек вот так себя ведет наверняка за ее спиной, что он по своей сути втыкает ей ну в спину. Просто стало противно. Вторая история, которую я вам расскажу. Эта история, опять-таки, я столкнулась с нашими русскоязычными людьми, но я не говорю, что они русские. И я говорю о том, что они русскоязычные, что они просто общаются на русском языке. Эта история про то, как я попила чай за полторы тысячи долларов. Да. Это связанная история с покупкой моего дома. И когда мы разводились с моим бывшим, мы, в принципе, присматривали какие-то дома. Значит, я пока еще выясняла, что конкретно я хочу. Будет ли это дуплекс, либо это будет отдельно стоящий дом. И, собственно говоря, мы как-то начали крутиться в том районе, где я жила раньше. То есть, это был Хэмптонс, где я раньше жила. Мы как бы решили вместе с мамой, что мы все-таки вместе с ней, может быть, зададимся таким вопросом, чтобы купить неплохой дуплекс для того, чтобы, ну или дом, собственно, для того, чтобы мы могли там жить. И маме встречается одна знакомая, как бы в ее магазине. Ну, как знакомая, они просто разговаривали, да. И мама разговаривала с ней. Она говорит, да, да, у меня дочка только купила дуплекс, очень красивый, очень хороший. Значит, непосредственно от той компании, от которой мы их тоже купили потом впоследствии. Ну, почему я там сейчас расскажу. Компания Брукфилд, да. И, значит, она купила замечательный, прекрасный дом. Значит, мама говорит, слушайте, а вы не будете против, если мы как-то зайдем, посмотрим? Ну, потому что мы не искали пока шоу Холмс. Мы как бы только начинающие, да. Начинающий человек на маркете домов, он как бы немного теряется, и он не знает, куда пойти, что сделать, да, как бы, куда поехать, чем заняться. Как говорится, как сирота себя ощущает. Мама просто спросила по-дружески, говорит, а вы не будете против? Ну, мол, я понимаю, что не каждый захочет показать свой дом, как бы, чужим людям, да. Ну, как вот у вас получится, вот вы сможете нам показать? Вот, да, да, конечно, вообще никаких проблем, заходите, приходите, мы чай попьем. Мама говорит, нет, нет, мы на чай не останемся, мы вот просто пройтись по дому и посмотреть. И, значит, они нас провели по дому. Дом действительно очень хороший. Кого интересует, эта модель называется Каденза, который строит Брукфилд. Она будет съездить, кстати, вам снять эту модель дома, тоже нравится мне она. Ну, в любом случае, значит, что у нас происходит? И, значит, нас тут усаживают за стол, говорят, нет, нет, вы давайте попьем чайку. А я говорю, да нет, мол, мы торопимся. Да нет, 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 ну что вы, мы всегда рады хорошим гостям, мы всегда рады туда-сюда. Значит, они нам дают какой-то номер телефона, какого-то парня, с которым мы, типа, должны связаться, если мы, мол, хотим купить этот дом. Ну, тоже такой же дом. И в тех домах, значит, куда нас приглашали, там были кондофиз. Значит, там нужно было платить кондофиз. Это кондофиз, я, кстати, всегда только без них искала дом. Почему? Потому что, если вы их платите, да, у вас перед домом уберут снег, но, значит, они постоянно повышаются. Это как небольшой такой кооператив, да. Ну, я как бы не очень хотела влазить во все это дело, платить какие-то кооперативные сборы, как мне спасибо не надо. И, в общем, на этом все дело и заглохло. То есть нам просто дали этот номер телефона, просто сказали, да-да, вот позвоните. Мы, конечно же, этому парню не званили. Мы вообще забыли про то, что это была даже компания Брукфилд, которая им строила дом, потому что там, значит, потом шел мой развод, потом шло еще что-то. И потом мы уже с мамой начали каким-то образом метаться, искать шоу Холмс. В итоге так случайно вышло, что мы вышли именно на Брукфилд, и мне очень сильно понравилось. Поэтому мы, значит, каким-то образом наткнулись на то, что нам все-таки этот дом достался. И вот эта же знакомая, она как бы приходит к маме в магазин, где она работает, и говорит, ну так что, вы купили дом? Мама говорит, да, купили. Ну, и она уже забыла про то, что это был Брукфилд. И она говорит, мол, какой вы купили? А мама говорит, да, Брукфилд там взяли один. Она, Брукфилд? Ой, моей дочке нужно... А, и убежала, значит. И потом через буквально там пару часов она звонит, говорит, моей дочке нужно срочно с вами поговорить, срочно. Мама говорит, господи, что там такое случилось-то? Продолжу историю, поставлю мне какие-то телефоны, отвлекаю, а тыщная кому-то нужна, слушайте, это вообще... Значит, и потом перезванивает нам, значит, ее дочь и говорит, что в Брукфилде есть программа такая, как бы вознаграждение, что если вот кто-то поспособствовал покупке вашего дома, то есть кто-то вам помог выбрать именно этот дом, то, значит, вы можете воспользоваться системой вознаграждения, где человек, благодарный за то, что он продал, помог вам купить дом от Брукфилда, получает полторы тысячи долларов непосредственно от самой компании. Здесь я сейчас отступлю от всей этой предыстории. Я расскажу о том, что мне помогало этот дом купить. Я работаю с одной русской девочкой, которая тоже живет в доме от компании Брукфилд, и она, в принципе, сыграла немаловажную роль в помощи, она мне посоветовала Виктора, который делал мою... вот все мои финансовые дела проворачивал, она меня именно вместе с этим Виктором свела, потому что он мне порекомендовала, она сказала, иди, короче, хорошие люди, они мне очень сильно помогли, и она меня направила во всю эту стезю, то есть ее вариант помощи, покупки этого дома просто нельзя преуменьшить, то есть девчонка действительно мне круто помогла, то есть если, Жень, ты посмотришь, Жень, большое тебе спасибо, я до сих пор благодарна очень-очень сильно, что такая вот ситуация сложилась, и она реально принимала участие, она реально мне помогала, она реально видела, насколько было мне сложно, и все это найти, то есть самому человеку это все сложно, то есть она меня как-то каким-то образом навела на все это. Ну и, естественно, в эту программу вознаграждения я вписала именно Евгению для того, чтобы ей отдали это вознаграждение. Так вот, тут начинается вторая часть Морлезонского балета, потому что звонит дочка вот этой дамы и говорит, а вы же знаете, там же есть вот эта программа, вы же не забудьте там мое имя указать, что же я же вам этот дом продала, мама говорит, ну вообще-то, собственно говоря, мы его вообще сами нашли, честно говоря, и участие в покупке этого дома, или оказании какой-то помощи, или в соучастии каком-то человек вообще не оказывал ничего. Видите, как замечательно иметь несколько батарейок, у меня только что батарейка закончилась. Так вот, значит, что происходит? Происходит подобная ситуация, что, значит, кто-то в компании Брукфилд, может быть, даже тот парень, которого она мне указывала, достал мой файл, порылся в моем файле и сказал ей, что я указал совершенно другого человека там, значит, для получения этих денег, но это не была она. Вы не представляете, нам позвонили потом на автоотвечке, мне кажется, что я до сих пор не знаю, имели ли я это сообщение, может быть, я его уже уничтожила, но на нас вылили просто уши от грязи в отношении того, какие мы непорядочные люди, что нужно было срочно указать их имя, что, значит, мы там приходили, можно сказать, чай пили и, в общем, выставили нам все счета. Было, конечно, неприятно получить подобное сообщение, но, знаете, просто как бы речи вообще не велась тогда, когда мы, типа, чай питье было, причем мы просто посидели, мы просто чайку, реально водички попили и ушли. То есть ничего не ели в доме там, ничего не трогали, ничего не брали. То есть имеется в виду, что если вы хотите, что, если вы считаете, что ваш чай стоит там, допустим, полторы тысячи долларов, вы должны были предупредить перед тем, как приглашать людей, что мы вас пустим в свой дом показать, но у них вот есть такая программа, если вы укажете наше имя, что, значит, ну, тогда можете прийти посмотреть. Я бы тогда подумала, стоит ли мне пить чай за полторы тысячи долларов или нет. А так как, допустим, мне об этом не было указано, просто был дан номер телефона какого-то человека, которому я даже не звонила, и я, собственно говоря, даже не искала дом от этой компании, и просто так сложилось, что, значит, именно эта компания мне понравилась, и именно цена, ценовая политика и объем дома все меня устроило совершенно. Это была чистая случайность. Я уже даже и думать забыла, что та девушка, которой мы пили чай, она жила именно в Брукфилд, потому что, знаете, это просто на уровне стресса, на уровне того, когда ты разводишься, оно не задержится в голове, что конкретно там вообще происходит. В общем, в любом случае, вот такие вот ситуации у меня были именно с нашими представителями. Я очень аккуратно с тем, кого я выбираю в своем окружении, я очень аккуратно в выборе людей, которые меня окружают, потому что, естественно, каждый раз можно наткнуться на что-то подобное. Напишите мне свои отзывы, что вы думаете про эту ситуацию. Вообще, в целом, я как бы на тот момент посчитала, что Евгения, она заслуживала, конечно, достаточно хорошего вознаграждения за то, что она мне помогла вот так вот с покупкой этого дома. Я считаю, что да, они нас пригласили, но если, допустим, мне кажется, что если они хотели бы, чтобы им пошло какое-то вознаграждение, я даже не знала, кстати, об этой программе до тех пор, пока мне при покупке дома и подписи документов, мне сама девушка в Брукфилд не сказала, что у нас есть такая программа, есть ли у вас кто-то, кто тоже проживает в доме от Брукфилд, и кто посоветовал вам эту фирму, и кто вам вообще помог при покупке дома. И тогда я сказала, да, действительно, есть такое. Она говорит, да, я говорю, ну тогда я укажу Евгению, потому что Евгения приняла очень активное участие в том, чтобы помочь мне купить этот дом, и она реально как бы, реально помогла. Поэтому я не могу отнести это все. Поэтому я считаю, что вознаграждение пошло в правильное русло, оно пошло правильному человеку. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока. Надеюсь, вам мое видео понравилось. Увидимся в следующем видео. Bye-bye.